Важный день для страны, который определит будущее России. В регионах выборы разных уровней, от губернаторов до муниципальных депутатов. Одним из первых участия в голосовании в нашем округе принял Максим Красноцветов. Глава Пушкинского отдал предпочтение очному формату в Красноармейской школе номер 3. Глава Пушкинского отдал предпочтение очевидно. И самое главное, с хорошим настроением, с легким чувством, я бы так сказал. На территории Пушкинского более 100 участковых избирательных комиссий. 8 из них в Красноармейске. Жители идут сюда с самого утром. Люди уже идут. На нашем участке зарегистрировано 2334 голосующих. Из них 20 человек, которые будут голосовать первый раз. Им всего 18 лет. И они получат вот такие шоколадки, чтобы запомнился им этот день. Мы выбираем будущее свое, детей, внуков и всей страны, уверена Людмила Кирилловна. На участок в Дом культуры женщина решила прийти пораньше. Говорит, что за свои 82 года никогда не пропускала ни одни выборы. Прежде всего сюда, а уж потом вела дома. Это важно, обязательно. Я всегда на все выборы хожу. На участке в Красноармейской детской школе искусств для наблюдателей и для всех желающих организовали горячий чай и кофе. Проехали все избирательные участки Красноармейской. Посмотрели, как организован процесс голосования. Наша основная задача – это именно создание идеальных условий для более изъявления граждан. Все комиссии сегодня открылись вовремя. Все 116 комиссий городского округа. В Красноармейске тоже все председатели на местах. То, что я увидел, по крайней мере, говорит точно и однозначно, что организованы все необходимые условия для того, чтобы наши жители могли спокойно, в хорошем настроении проголосовать. Своя работа и у выездных избирательных комиссий. В данный момент пока двое. После обеда еще. По мере необходимости, как поступают заявки, мы выделяемся по адресу. Какое настроение у людей, что говорят? Отлично. Доброжелательно. Избирательные участки в округе, как и в регионе, и по всей стране открылись с 8 утра и будут работать до 8 вечера. Электронные – без перерыва на ночь, до окончания голосования, 10 сентября. За процессом следят наблюдатели, чтобы все было максимально открыто и прозрачно. Юлия Постриганева, Александр Корнеев, Анна Белова. Новости Большого округа.